Уважаемый Дмитрий Викторович, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, прошедший год для всех распространения новой коронавирусной инфекции и серьезной корректировки своих направлений деятельности. Во взаимодействии с органами и оперативным штабом Красноярского края полицией последовательно решены региональные задачи и приняты соответствующие меры. По стабилизации оперативной обстановки обеспечен контроль за соблюдениями гражданами и хозяйствующими субъектами противоэпидемиологических норм. Для проведения эффективной деятельности мы были вынуждены сами перейти на достаточно жесткий режим работы, редко закрывая на карантин целые подразделения. Тем не менее, могу с уверенностью сказать, что сегодня, несмотря на существенное отличение сотрудников полиции от основной деятельности, мы в полном объеме выполнили задачи по поддержанию правопорядка в регионе. В абсолютных цифрах за прошедший год зарегистрировано 48 152 преступных деяния, каждая четвертая из которых выявляется инициативно органами внутренних дел. Несколько иная ситуация по тяжким, особо тяжким преступлениям, количество которых возросло практически на 30% и составило 13 500 преступлений. Это в значительной степени обусловлено регистрацией преступлений в сфере IT-технологий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов, количество которых возросло более чем на 57%. При этом существенное снижение отмечается по регистрации умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, вымогательств, поджогов, хищений и угонов автотранспорта, а также краш из квартир и жилищ граждан. Уровень преступности на 10 000 населения в Красноярском крае составляет 167,5 противоправных деяний. Это ниже, чем в Сибирском федеральном округе, но выше, чем в России. Во многом это результат принятия мер профилактического характера, которые способствовали сохранению позитивных тенденций по большинству. В частности, уменьшилась криминальная активность со стороны лиц, ранее совершавших преступления, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, граждан способствовали реализацию полиции комплекса превентивных мер во взаимодействии со всеми правоохранительными органами, позволившись снизить практически на 11,2% количество преступлений на улицах и иных общественных мерах. В действии масштаба распространения наркомании выявлено почти 4 тысячи преступлений с изъятием из незаконного оборота более чем 370 килограмм наркотических средств на общую сумму более 136 миллионов рублей. Перекрыты каналы поступления на территорию Красноярского края наркотиков, в том числе из города Москвы, Московской области, Республика Тыва и Коми, а также стран СНГ. Кроме того, задокументированы факты создания лаборатории по производству синтетических наркотиков в городе Красноярске и в Уярском районе. Как результат, мы отмечаем снижение состоящих на учете их потребителей, число которых за последние три года сократилось более чем на тысячу человек. В целом, по итогам 2020 года, к уголовной ответственности приличено свыше 15 тысяч человек. Общая раскрываемость составляет 54,1%, а по тяжким, особо тяжким, 43,5%. Это высшие аналогичные показатели в Сибирском федеральном округе и в России в целом, но, к сожалению, ниже, чем собственные показатели в 2019 году. Обозначив достигнутые нам результаты по обеспечению принципа неотратимости наказания, нельзя не отметить факторы, оказывающие негативное влияние на современное качественное проведение досвидетов в районах нашего края в связи с их труднодоступностью. Данных территорий обеспечивается преимущественно авиатором и транспортом в период, что существенно затрудняет своевременное проведение необходимых следственных действий, в том числе по сообщениям граждан о причинении телесных повреждений, либо наступлении их смерти. Одним из путей частичного решения данной проблемы может стать правовое регулирование вопросов, связанных с использованием систем видеосвязи следственных действий, что позволило бы упростить процесс расследования, сократить его сроки и повысить качество. Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы, связанные с расширением штатной численности экспертов на территории северных районов края. Свои предложения мы выработали, в кратчайшее время они будут направлены в адрес губернатора и законодательного собрания. Правоохранительными органами расследовано 313 преступлений, совершено участниками организованных преступлений, из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Это расследование осуществлено в отношении 193 лидеров и участников организованных преступных групп, в том числе вора в законе. На территории края совместно с Федеральной службой безопасности, Следственным комитетом и прокуратурой пресечена деятельность 11 преступных сообществ, в том числе 7 по линии экономической безопасности, 4 общие уголовные. С общей численностью их участников 72 человека, по которым возбуждены уголовные дела по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, Организация преступного сообщества, в том числе в отношении бывшего депутата законодательного собрания Быкова Анатолия Петровича. Еще два уголовных дела возбуждены по статьям 209 Уголовного кодекса «Бандитизм». Вы помните те дерзкие нападения на инкассаторов? Во взаимодействии с Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Республики Хакасии мы продолжаем активную работу по раскрытию наиболее сложных и тщательно подготовленных преступлений, в том числе прошлых лет. В целом, общий массив раскрытых в прошлом году преступлений прошлых лет составляет более 1 тысячи. И не случайно по итогам проведенного независимого социологического социологического сообщества Органов внутренних дел Красноярского края Республики Хакасии защищенность от преступных посягательств соответствует 17-му месту из всех субъектов России и 10-му по общей эффективности работы. Во многом это результат отлаженного партнерского взаимодействия с гражданами, одним из элементов которой является сфера оказания населению государственных услуг, где мы последовательно находимся в соответствующем комплексе мер, направленном на обеспечение их доступности. Не остается без нашего внимания, что мы находимся в безопасности дорожного движения, где в результате совместных происшествий погибших и травмированных в них людей. При активной поддержке органов власти и правоохранительных структур выработана система безопасности, позволяющая обеспечить надежную защиту населения, особенности при проведении мероприятия с массовым участием граждан, в том числе несогласованных, как это было в конце января текущего года, где полиция и Национальная гвардия действовала максимально выверенно, слаженно и строго в соответствии с законом. Напомню, по итогам проведения 23 и 31 января на территории края несогласованных публичных мероприятий в отделы внутренних дел было доставлено 353 человека, из них 37 несовершеннолетних. В отношении граждан, принимающих участие, было составлено 226 административных протоколов. И на 16 материалов было собрано в отношении совершеннолетних и их родителей. Более полутора миллиона рублей. Это было по факту противоправные действия в отношении сотрудников полиции. Однако и одно в отношении активного участника несанкционерных митингов, которым судом избрана мера пресечения арест. Мы знаем всех основных руководителей и координаторов данных акций, а также основных участников. В отношении этой категории граждан проводятся необходимые оперативные профилактические мероприятия. Сегодня полиция готова к любому сценарию развития этих событий. Мы последовательно и четко обеспечим внутреннюю безопасность региона страны. Будем действовать строго в рамках закона, при этом жестко и принципиально реагировать на все любые провокации и попытки дестабилизировать оперативную обстановку на территории края. Характеризуя участников данных акций, вынужден отметить, что 55% из них – это молодежь до 25 лет. Социальным портретом которых покажет, что каждый четвертый из них является учащимся различных общепродуктов, лицеев и школ. Причина их участия в большинстве своем является желание получить так называемый хайп. При этом они не отдают себе ответы, воспринимая происходящее как некое зрелищное мероприятие, что связано с их низкой информированностью о последствиях. Как-то подростки прибывают на акции в качестве зрителя, подчеркнув информацию в сети интернет, и только иди в том, что политическая ситуация сознательно поддерживает позицию Навального. Мы также видим, оказывая информационную поддержку и активное использование отдельными средствами массовой информации и материалов, в том числе с негативной точки зрения характеризующие органы власти, при этом нередко провокационного характера. Это все указывает на необходимость принятия и разработки серьезных и кардинальных мер. Сегодня крайне важно изменить молодежную политику, сделав ее открытой и доступной для всех, в том числе путем обязательного проведения во всех общеобразовательных учреждениях края мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания, разъясняя методы и формы работы лидеров и участников деструктивных движений с целью выработки у молодежи самостоятельной и завешенной позиции, позволяющей не попасть под их влияние. Как уязвимая в силу особенности, молодежь попадает и в первую очередь становится мишенью экстремистских и радикальных группировок. Наиболее опасность здесь представляет течение Колумбайн, пропагандирующую тематику массовых убийств в учебных заведениях, и наш край, к сожалению, не является исключением. Так, в прошлом году совместно с Федеральной службой безопасности, прокуратурой края были проведены целевые оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении девяти несовершеннолетних участников данной субкультуры, по результатам которой приняты меры упредительного и профилактического характера. Не менее актуальным остается распространение в молодежной среде информации о так называемой аббреватуре АУЕ, занимающейся пропагандой криминальной субкультуры и образа жизни. Сегодня оно распространено в 18 регионах Российской Федерации. За последние три года факты принадлежности подростков к таким группировкам выявлялись в городе Красноярске, Березовском, Емельяновском и других районах. В контексте данного вопроса будет уместно обозначить еще одну проблематику, а именно уход несовершеннолетних из государственных учреждений, которые могут попасть под влияние указанных движений. Только за последние три года зафиксировано более 980. Проводимый нами анализ показывает, что участие молодежи в противоправной деятельности напрямую связано с отсутствием морально-нравственных патриотических установок, которые необходимо формировать в рамках воспитательного процесса с родителями и общеобразовательными учреждениями, с обязательным привлечением к этой работе всех субъектов профилактики. Безусловно, возложение указанных мной обязанностей не принесет желаемого результата без предварительного обучения специалистов методики соответствующей работы. Кроме того, считаю, что в учреждениях с большим количеством учащихся необходимо ввести дополнительные штатные единицы, обеспечив качественный отбор кандидатов на эти должности. Мы также сформируем соответствующие предложения и направим в адрес правительства Красноярского края и депутатского корпуса. По итогам прошлого года, как и предыдущего, проблемным вопросом остаются вопросы, связанные с увеличением числа преступных посягательств, совершенные с использованием информационных технологий, где правонарушители активно используют методы социальной инженерии, прибегая к элементам психологической отработки потерпевших, а также маскируя свои IP-адреса и создавая подменные... Для примера, в прошлом году мы зарегистрировали несколько таких фактов, что преступники в качестве подменных номеров не раз указывали действующие в качестве состава и дежурной части главного управления. Безусловно, одно из действенных мер особенности среди клиентов банков, обратившись за снятием крупных денежных сумм или закрытием своих счетов. Если год назад я обращал внимание на пассивность отдельных местных телевизионных каналов, то сегодня могу сказать обратное. Все повернулись лицом к этой проблеме, размещая соответствующие профилактические материалы и социальные ролики. Тем не менее, разрешить данную ситуацию одной профилактической работой невозможно. Проведенный нами анализ показывает, что на стадии пресечения документирования таких преступлений остается проблемным ряд вопросов, решение которых на законодательном уровне повысит существенную эффективность работы по их раскрытию. В частности, предлагается внести изменения в федеральный закон о связи, который позволит повысить результативность по установлению фактического нахождения злоумышленников и сократить временный интервал предоставления органов внутренних дел информации от оператора связи, а также внести изменения в федеральный закон о банков и банковской деятельности, предусмотрев внедрение информационного ресурса с подключением к нему органов внутренних дел для получения в реальном времени информации о движении денежных средств по банковским картам и счетам окончательного получателя. На практике это возможно и уже сегодня приносит соответствующие результаты. Такая работа сегодня организована со Сбербанком, который откликнулся на наше предложение по предоставлению незамедлительной информации, про которую я сказал. На законодательном уровне вменить в обязанности организации, представляющие услуги доступа к сети интернет, хранить трафики своих клиентов, что позволит установить реального пользователя, а также закрепить ответственность граждан за передачу своих банковских сим-карт третьим лицам с целью получения материальной и иной выгоды, если их использование привело к совершению преступления. Отдельно остановлюсь на вопросах обеспечения экономической безопасности. Принятыми мерами сотрудниками полиции выявлено свыше одной тысячи преступлений. При этом сумма возмещенного материального ущерба возросла более чем в три раза. Пресечено 341 коррупционное преступление и 30 фактов взятничества. Средний размер взятки составил более... Мы продолжаем наращивать усилия по декриминализации сферы оборота алкогольной продукции. Пресечение фактов ее нелегальной поставки для примера. Только на территории Краевого центра за последние 4 года прекращена деятельность более 28 цехов по ее незаконному производству с изъятием специалистов и поддельных акцизных маркетингов. Всего задокументировано 460 преступлений в сфере производства оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. В отношении 157 лиц возбуждены уголовные дела. 13 человек осуждено с квалифицирующим признаком в совершенном составе организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято более 900 тысяч литров спиртосодержащего суррогата. На общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Как результат, на крае на протяжении 4 лет отмечается устойчивая тенденция снижения числа преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, количество которых за последний период сократилось более чем на 3%. Кроме того, уважаемые коллеги, хочу напомнить, что 29 декабря прошлого года президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 464 о возрождении медицинских вытрезвителей, части оказания помощи гражданам, находясь в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, которым с 1 января текущего года регионы на полномочиями партнерских вытрезвителей в формате государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Предлагаю не ждать утверждения на федеральном уровне правил организации и деятельности таких специализированных организаций в формате регионального закона по их созданию. На мой взгляд, такие учреждения должны создаваться в Красноярске, в Норильске, в Казахстане, в Железногорске и Минусинске. Наимеющиеся проблемы связаны с хранением изъятия вещественных доказательств в виде алкогольной продукции, размещение которой в настоящее время организовано в класских помещениях, расположенных в городах Сибири, Новосибирске и Иркутске. Перевозка в другой субъект уже предполагает дополнительные затраты бюджетных денежных средств, а также увеличение сроков расследования уголовных дел в связи с длительной передачей изъятого поверенному лицу имущества находящихся за пределами региона. Это обусловлено тем, что в настоящее время структурой Росалкогольрегулирования для Сибирского федерального округа предусмотрено размещение объектов для хранения изъятого алкоголя только в обозначенных городах, площадки которых уже сегодня заполнены, в связи с чем в органах внутренних дел Красноярского края находится на хранении почти 9 тысяч изъятого алкоголя, 75 тысяч спиртосодержащей продукции. Для решения данной проблемы необходимо внести изменение в структурное положение Росалкогольрегулирования, предусмотрев создание на территории края специализированных мест для его хранения. В первом полугодии прошлого года региональный глав выходил с вопросом о размещении на территории края складских помещений. Его рассмотрели в том числе Министерство сельскохозяйства и торговли, однако до настоящего времени вопрос не решен. В этом году мы рассмотрели последовательную работу по защите его биоресурсов. В этом году мы рассмотрели в результате принятия мер выявлено 765 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, а сумма возмещенного ущерба составляет свыше 70 миллионов рублей. По материалам сотрудников полиции возбуждено 4 уголовных дела, связанных с контрабандой, по которым стоимость леса незаконно экспортированного с территории Енисейского района через лесосибирский таможенный пост в Китайскую Народную Республику составил свыше 8 миллионов рублей. В этой работе мы особо внимание уделяем пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере лесопользования. Для примера, задокументированы факты злоупотребления своими полномочиями должностными лицами Аббонского лесосибирского района в том, что это было проведение сплошной санитарной ручки лесных насаждений на площади свыше 200 га, в результате чего притягивало 36 миллионов рублей. По материалам оперативной проверки полицейским ведомствам совместно с прокуратурой и следственным комитетом в сфере лесного хозяйства маслодудов вопросы декорминирования противоправной деятельности должностных лиц являются на сегодняшний день приоритетным направлением регионального главка. Не могу не сказать о проблемном вопросе связанном с изъятием и хранением транспортировки и дальнейшей реализации обнаруженной древесины. Согласно постановлению правительства номер 449 вещественные доказательства в виде предметов, которые силу своей громоздкости не могут храниться при уголовном деле передаются на хранение госорганы, а при их отсутствии такой возможности юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющий условия и наделенных правов их хранения. Таким образом, порядок хранения, реализации древесины как вещественный доказательств определен на законодательном уровне исключительно договорной основе. При этом вопросы ее изъятия транспортировку к месту хранения не решены. Это приводит к тому, что следователь в место расследования уголовных дел занимается поиском транспортных средств, мест хранения и перемещения древесины, а руководитель органов внутренних дел поиском предпринимателей, которые согласятся заключить договор хранения на безвозмездной основе, поскольку такого требования определено законодательством. Деятельность органов внутренних дел остается предпринимателей водных богатств. Проведено более 9 тысяч рейдовых мероприятий, в ходе которых досмотрено свыше 80 тысяч единиц автотранспорта и 3 тысячи единиц сплавсредств. За последних три года пресечено более 8 тысяч нарушений правил рыболовства. В управонарушителе изъято более 41 тонны незаконно добытых водных биологических ресурсов и 160 килограммов икры осетровых пород. При этом мы предпринимали максимальные меры сохранению биоресурсов, выпуская их в естественную среду обитания. Это более 8 тысяч ценных пород рыб. Возбуждено 260 уголовных выловом. Причиненный ущерб составил более 80 миллионов рублей, из которых более 5 миллионов уже фактически возмещено. По инициативе главка и при активной поддержке правительства края значительная часть проблемных вопросов в этой сфере уже решена и отдельные направления остаются неурегулированы. В частности это касается организации туристической деятельности с целью осуществления любительской рыбной лови, а также контроля за авиационными перевозками, проводимыми силами малой авиации, которые до настоящее время как таковой отсутствуют в небольших аэропортах и посадочных площадках. Полагаю, необходимо вернуться к данным вопросам в текущем году и довести их до решения до своего логического завершения. Кроме того, необходимо оценить возможные риски, связанные с новыми правилами самохоты, вступивших в силу с первого января текущего года, которые содержат ряд либеральных любые световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения для добычи животных в темное время суток, что может нанести серьезный ущерб природным богатствам. Соответствующие предложения в ближайшее время будут сформированы и направлены правительство края и законодательное собрание. Еще одним из важных направлений деятельности полиции является осуществление миграционного контроля, где мы продолжили активную работу по выявлению правонарушителей, в том числе нанести вред государству в связи с приверженностью к экстремистским организациям, с принятием к ним мер административного воздействия. Проведено более 7 тысяч таких мероприятий и специальных операций, по результатам которых выявлено и задокументировано 3 тысячи административных правонарушений в сфере миграции, совершенных непосредственно иностранными гражданами, каждый четвертый из которых находился на территории Российской Федерации незаконно. В Центр временного содержания иностранных граждан в течение отчетного периода было помещено 416 мигрантов. Хочу еще раз акцентировать ваше внимание на крайнюю административных хозяйственных помещений и инженерного оборудования, что порождает обоснованные жалобы граждан со стороны лиц, которые находятся в местах содержания. В этой связи, учитывая растущую потребность в Центре, предлагаю вернуться к совместной проработке данного вопроса. И последнее. Сегодня на сессии будет рассматриваться во втором чтении проект Закона Края о профилактике правонарушений в Красноярском Крае, которым определяется правовая основа профилактики, закрепляется механизм финансирования и порядок создания координационного органа, предлагаю поддержать данный закон. Выражаю обязательность за поддержанное инициативу правительства Края по выделению в прошлом году денежных средств на реконструкцию нового здания Краевого ГИБДД. инициативу специализированной техники для полиции в том числе проходимыми кандидатами необходимо обеспечить оперативную переброску сил и средств органов правопорядка при возникновении чрезвычайной ситуации, а также административных жилых комплексов для работы и проживания в сельских пунктах. Надеюсь, мы в этом году закончим их строительство и в торжественной обстановке откроем эти пункты. В течение текущего года нами планируется направить в законодательное собрание Края ряд обращений касающихся необходимости принятия или внесения изменений в Краевое законодательство. В частности, требуется разработки законопроекта аресоциализации отбывавших наказания уголовные наказания в виде лишения свободы граждан, освободившихся с мест лишения свободы. Не утратил своей актуальности вопрос обеспечения прав граждан на тишину и покой, где, помимо ночного времени, требуется внести соответствующее ограничение и в дневной промежуток времени, в обеденный перерыв с 13 до 15 часов, что обусловлено многочисленными обращениями в Краевое законодательство. Депутаты, завершая свое выступление, хочу искренне благодарить всех вас за деловую и рассмотрение вопросов правоохранительной направленности. К богу, что вопросов в моем докладе окажет позитивное влияние оперативной обстановки в Крае, провести на любом уровне встречу, обсудить проблемные вопросы и принять соответствующее решение. Еще раз всех благодарю за сотрудничество. субтитры